Рад всех приветствовать. Меня зовут Халеба Евгений и в этом выпуске я вам докажу, что доллар остается крепким. Ну что ж, друзья, это мой ежемесячный анализ и прогноз рынка доллара. На самом деле, очень много разных интересных моментов. Народ возбудился на рынке, предполагая, что ФРС готова смягчиться. Но на мой взгляд, сегодняшние данные по новым заявкам на промышленные товары, можно сказать, что проблема инфляции, она кроется не только в спросе. Кстати, спрос, между прочим, согласно индексу Redbook снижается, а вот рынок труда остается крепкий и количество новых заказов тоже остается высоким. То бишь, у нас есть перегрев именно промышленного сектора и сектора услуг. Хотя мы видим, конечно же, что относительно прошлого года мы слабеем. Это отображается в индексах PMI. То есть, я считаю, что проблема инфляции, она относится не только к спросу, хотя спрос тоже остается крепким, но также и к деловой активности. Что явно указывает на то, что ФРС рано еще смягчаться. Сегодня прошло заседание ЕЦБ, на котором европейский банк повысил ставки, ожидаемо на 0,75%. Ну что ж, друзья, пришло время приступить к анализу. По традиции будет из двух частей мой прогноз. Первая часть это сам прогноз, вторая часть это некая кухня, то бишь, как я провожу анализ. Покажу вам интересненькие, на мой взгляд, очень важные метрики рынка доллара, на которые стоит обратить внимание при его анализе. Поехали. Итак, первый график это моя модель. Те, кто давно со мной, они уже ее знают и знают ее визуально. Обратите внимание, что в фундаментальные условия, в модель входят все фундаментальные факторы, конечно же, которые детерминируют, собственно, курс доллара. 7 показателей, вот столько я отобрал, которые имеют высокую корреляцию с курсом. А что мы видим? Мы видим, что до конца года, до января, даже на начало января, на начало следующего года, курс доллара остается крепким. То есть, тренд, который образовался, сформировался, он продолжается. То есть, он имеет устойчивый, сильный характер. Что любопытно, у нас курс доллара уже вышел в высшем модели и находится там 2 месяца. Всегда, когда курс был выше модели, это говорило о перегреве рынка. Но, пока это все выглядит крайне скромно, как по глубине, да, то есть высоте отклонения, так и по протяженности. То есть, должно пройти хотя бы там месяцев 6-7, чтобы мы могли констатировать, что да, рынок перегрет, и так уже было, и рынок будет разворачиваться. Поэтому, я считаю, что разворот рынка пока, о развороте пока говорить рано. То есть, да, это может произойти, но спустя там полгода. Если посмотреть с технической точки зрения, мы видим, что показать на недельном графике у нас остается сильный тренд. Обратите внимание, что мы даже еще не пробились ниже поддержки. Да, вот линии тренда, которая у нас была с февраля месяца, то есть устойчивый тренд, пока ему ничего не угрожает, поддержка остается на 107,5. И в общем и целом ожидать какого-то разворота я бы не стал. На сегодняшний день есть еще вариант касания вот нижней диагонали нисходящего канала. Он находится примерно в районе 108,3. То есть, да, вот такой вариант вполне себе возможен, но я считаю, что рынок закончил коррекцию и готов дальше расти. Дальше расти куда? Ну, очевидно, куда-нибудь к верхней границе, то есть в район 120. Если посмотреть в отклонениях от среднего значения, то коррекция прошла и прошла неплохая. Но давайте будем честными, мы находимся гораздо выше годовой средней. То есть, рынок находится в бычьем тренде и просто немножко сбавили темп, то есть я имею ввиду, охладили рынок, охладили быков. То есть, это как раз-таки говорит о том, что мы вполне можем отсюда продолжить рост. Если посмотреть на недельный график, то мы тоже видим, что мы выше медианы канала Боллинжера, которая служит нам поддержкой с прошлого года. Вот мы когда провелись в мае 2021 года, вот мы находимся выше медианы канала Боллинжера, то есть в аптренде. Причем мы накопили прилично уже по МАГДИ, не дивергенцию, а силу тренда. Ну, как раз-таки это и говорит о том, что тренд сильный. Ну, что ж, друзья, как вы уже поняли, я остаюсь быком по рынку доллара и считаю, что нас ждет новый виток роста, тем более он будет поддерживаться на самом деле уже проблемами с ликвидностью. Мы это видим повсеместно, да, первое объявили об этом швейцарцы. Ну, и, в общем-то, те, кто подписан на аналитический канал, знают, что обратные рэпы от нерезидентов нарастают и вышли на исторические максимумы. То есть обращение к ФРС за деньгами, за долларами со стороны нерезидентов очень высокое. То есть люди, я имею в виду институционалы, не продают Режерис, да, для того, чтобы освободить доллары, потому что Режерис просели. И, конечно, продавать их, это означает фиксировать убытки, кто это хочет, да. А доллары, ну, нужны, поэтому вот взамен ценных бумаг и просят доллары у ФРС. Поэтому момент, вот, на мой взгляд, крайне тонкий, и мы входим в тот цикл, когда очень высокая неопределенность, то есть я имею в виду на территорию любимых талибовских черных лебедей, там, где рынок может себя проявить с наихудшей стороны. То есть сжать ликвидность так, что начнется прям вплоть до финансового кризиса, хотя пока намеков на это нет. Поэтому я считаю, что среднесрочные и долгосрочные позиции по рынку доллара, по доллару, они вполне себе уместны, и их можно придерживаться. Ну что ж, теперь давайте я покажу вам свою аналитику. Первый график – это неопределенность денежно-кредитной политики. Есть такой институт, который изучает неопределенность, и вот у них есть ряд индексов, которые геополитические, доллары и так далее. И вот мы видим, что согласно этому индексу у нас неопределенность до конца года нарастает. Но я обратил внимание, что данный индекс, он очень владельный, поэтому как бы он меняется от месяца к месяцу, и ну прям кардинально. То есть если в сентябрьском обзоре у нас он снижался до конца года, теперь он повышается. Ну в общем-то корреляция есть и есть, то есть в принципе как бы можно сказать, что рынок, рынок, с точки зрения оценок политики ФРС, можно сказать, что до конца года определенность нарастает, что соответствует росту курса доллара. Индекс доллара нанесен рыжей линией, то есть это индекс широкого доллара, широкой корзины торгово-взвешенной. Итак, следующий график это ожидаемая инфляция и перевернутый индекс доллара, то есть он умножен на минус единицу. Мы видим, что ожидаемая инфляция по левой шкале у нас немножко подросла, ну как немножко, прям подросла, подросла, было 2,7% с 2,1 практически. Вот, я считаю, что пока ожидаемая инфляция выше 2%, о смягчении ФРС можно и не говорить. То есть я думаю, что все равно нас ждет дальнейший вектор ужесточения и снижения инфляционных ожиданий. Об инфляционных ожиданиях говорят все, элеганты, вчера Банк Канады, председатель Банка Канады и Пауэлл на предыдущих заседаниях. То есть это, ожидаемая инфляция стоит поперек горла, да, всем банкирам, потому что это, по сути, самосбывающийся прогноз. Вот, если посмотреть, ну, корреляция сейчас, не обращайте внимания, потому что немножко запаздывают данные, то есть нету данных на этой неделе. Это торгово взвешенный широкий индекс, бро от US$ индекс, да, то есть это в широком смысле, по-моему, около 20 валют входит в него, то есть в том числе и валюты развивающихся стран. Вот, поэтому мы понимаем, по DX у нас была коррекция, но все равно нас ждет дальнейшее укрепление. Напомню, на минус единицу умножим, то есть снижение это рост. Так, далее у нас банковский мультипликатор. Обратите внимание, что полюсы, ликвидность меняет полюс, да, из высоко ликвидных денег база перетекает в низко ликвидные деньги в массу. И вот годовая динамика, а именно в такой динамике нанесен показатель, у нас вышла уже на максимумы даже с 2016 года. То есть достаточно сильные такие вещи происходят именно в финансовой системе Америки, напомню. То есть я думаю, что если и так дальше будет идти дело с ужесточением денежно-кредитной политики, то мы можем переписать исторические максимумы, и это будет говорить о том, что ликвидность сжимается в финансовой системе США. Соответственно, это поддерживает доллар. Мы видим, что доллар находится, это у нас по правой шкале, на почти 12% выше прошлого года. То есть идет устойчивый рост, который сопровождается фундаментальными факторами. А вот если сравнить, кстати, банковские мультипликаторы в Америке и Европе, то есть в Европе и Америке, соответственно, евро-доллар, евро-америка, мы видим, что дальше сильно снижается показатель вплоть до января месяца, и только потом есть попытка развернуться. Конечно, это все нанесено методом экстраполяции, то есть доверия на самом деле здесь не сильно много, но факт в том, что у нас тренд продолжается, и тренд достаточно сильный. То есть монетарные условия в Америке гораздо жестче, чем в Европе. И это конкретно давит на евро-доллар, на евро. Мы видим, что евро продолжало и продолжает снижаться. В октябре есть отскок, то есть это данные на сентябрь месяц. Также любопытная история с условиями торговли. То есть на внешних рынках вот первые показатели, которые намекают на то, что у нас впереди идет разворот рынка доллара. Вот они первые, но когда у нас условия торговли росли с 2020 по 2021, прошел почти год. Год, пока доллар начал свой рост. Вот представьте, то есть и сейчас мы видим разворот. То есть получается, что примерно через год мы сможем с вами увидеть разворот доллара. То есть это, наверное, не раньше, чем туда ближе к лету следующего года. Вот поэтому намеки есть. Обратите внимание, что есть такой нюанс. Это в первую очередь связано с тем, что инфляция в Америке замедляется, темпы ее роста годовые. А в основном мире, в частности у основных торговых партнеров, у Европы, у Великобритании, темпы роста продолжают нарастать. То есть это и сказалось на условиях торговли. То есть на соотношении внутренних и внешних цен. Так, у нас условия торговли. Теперь сравниваем условия торговли с основными, скажем так, партнерами, то есть по основным валютам. Мы видим, что валятся данные, то есть условия торговли в Штатах относительно Европы продолжают падать. Но здесь понятное дело, потому что дорогая энергетика и дешевая евро, да, то есть приходится платить больше. Такая же история и в Великобритании, такая история и в Японии. В Канаде получше синяя линия, да, почему? Потому что там цены, как раз-таки рост цен на энергоносители в пользу Канады, потому что они являются нетоэкспортером энергетики. Вот поэтому канадец и не шибко дешевее, да, учитывая, как сильно подешевел фунт, иена, евро, канадец даже не подошел к максимумам 2020 года. Вот, если посмотреть на доходность активов, да, то есть важный компонент на сегодняшний день, на образовании валютного рынка, это как раз-таки соотношение в доходности активов. По сути, это возможность корритрейда, да. Мы видим, что если взять агрегировано по базовым валютам, то реальная доходность в долларах, да, относительно реальной доходности остальных активов, ну, близится к нулю. То есть пока еще, пока еще у доллара нет преимущества перед всеми, да, валютами. Мы сейчас это еще увидим за счет Японии в первую очередь. Но эти процессы длятся, они продолжаются, и скоро мы перевернемся, и долларовые активы, в первую очередь это гособлигации, будут приносить реальный доход в большей степени, да, чем это происходит по развитым странам. И вот обратите внимание, ну, мы видим, что в Европе реальная доходность в евро относительно долларовых активов сильно рушится. Это нанесено оранжевой линией. Более устойчивы данные в Великобритании, то есть в фунтовых активах. В Канаде тоже неплохо, ну, и лучше всех себя чувствует Япония. Почему? Потому что там низкие процентные ставки. Но это все дело нивелируется обвалом иены. То есть надо понимать, что доходность актива с фиксированной доходностью это реальная доходность, то есть ставка минус инфляция и плюс доходность от валютного курса. И мы понимаем, что вся эта доходность там в 5,6% годовых, она вся нивелируется обвалом иены. Поэтому пока спроса нет, но я думаю, что Банк Японии как раз таки и формирует мнение рынка о том, что иена перестанет падать. И тогда появится спрос на активы, выраженные в иенах. Пока не уверен, что это у них получится. Ну и за финалем наш анализ. Это реально эффективные курсы. Это важный показатель экономический, на который все обращают внимание. Это как раз таки сила национальной валюты, которая опирается на национальную экономику и так далее и тому подобное. То есть базовые такие, база в базе, я так его обозвал. Мы видим, как сильно дорожает доллар и как сильно слабеет иена. Ну что ж, друзья, как вы поняли, я ожидаю дальнейшего рост доллара. И, собственно, все, 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 все говорит о том, что пока этот тренд не завершен и он будет продолжаться. Конечно, когда мы выйдем в район 120 и по DX, на мой взгляд и вероятно появится огромная проблема. Поскольку это будет еще больше давить на рынки, на финансовые рынки, особенно рынки развивающихся стран. Да и, собственно, представьте, что будет, если будет дешеветь евро, а, например, нефть останется дорогой. Да, вот тогда еще это еще больше усугубит проблемы внешнего баланса для еврозоны, для Великобритании в том числе. Вот поэтому я думаю, что эти проблемы, они там проявятся и вот тогда вполне возможно появятся уже какие-то наработки в плане, ну, может быть, своп-линий, может быть, неких совместных интервенций против доллара. То есть что-то может, может, ну, какие-то такие комбинации, да, из этих инструментов. То есть нужно, возможно, там уже будут охлаждать рынок. И, кстати, примерно район 120 это был тем уровнем, когда в середине 80-х договорились о совместных интервенциях и обрушили доллар, прям очень конкретно его обрушили. Вот поэтому думаю, что там вот тот уровень, на который можно ориентироваться. Спасибо большое за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok